С восьмых-девятых годов, да, вот она проследуется, ну, на довольно-таки интересных и редких изданиях, ну, допустим, «Огонёх» и «Слениво, а не более широко», ну, допустим, такой журнал, пока он ко мне не попал, несколько номеров, вот их книги, я, например, сам не знал, что они так вот, да, вот это издание интересно к юбилею войны 1812 года, да, 1912 год, то есть два аналога изданий, которые преподносились царской семье, либо они просто было посвящение, как вот это, да, посвящено цесаревичу, вот, либо на издании была надпечатка, что она принесена в дар царской семьи, делался вип-тираж по членам царской семьи, которые вручались непосредственно им, и, в общем-то, делался определенный тираж для масса, вот у меня есть одно такое тоже издание, преподнесенное царской семье, да, ну, естественно, не из вип, а из такого, из массового, но это, оно уникально, тем, что оно вообще один раз было, и больше, вот. Ну, и, в общем-то, можно, да, на календарях было увидеть, потому что в каждый календарь отражал две темы, да, естественно, он представлял царствующий дом в года, которые совпадали с каким-то, вот, например, из моих последних приобретений, журнал 1897 года, выпущенный после коронации, естественно, журнал был посвящен коронации вообще царствующего дому Романовых, и, естественно, недавней коронации последнего императора, да, Николая II. Вот, а это тоже календарь 12-го года, естественно, там материалы войны 12-го года, вот эти две фотографии, они уже из другого юбилейного издания, трехсотлетию дома Романовых, надо сказать, что издания начала века, они отличаются от современных изданий, и царская семья не мелькает там это и далеко не на первых страницах, как ни не странно, хотя, да, может, могла быть и на обложке, могла быть и на обложке, но чаще это где-то там в серединке, и совершенно может и не первой страницей быть, вот, чем эта тема еще связана с Петергофом, да, вернемся к батюшке Серафиму, да, после рождения единственное подворье в столице Российской империи, Дивеевского монастыря, Саровского монастыря, прошу прощения, как раз было в Петергофе, вот, вот, и при нем были мастерские, в частности, которые занимались вот такой вещью, да, делали оклады железные, да, к богослужебным книгам, и вот это, правда, московские издания, вот, но здесь представлены все равно, вот, иконография Серафима Саровского, вот, интересно это, потому что здесь, ну, как бы, не иконописная, а вот с элементами жития, вот, да, и вот эти две уникальные иконы, вот, сама по себе эта икона ничего из себя не представляет, это миллионные тиражи, которые делались к прославлению самый дешевый вариант, но вот его оборотка, вот, когда я на вскидку стал искать информацию, чтобы это можно было, оказалось, что это икона из семьи патриарха Алексия Второго Семанского, вот, ой, вернее, Алексия Второго Риннегера, прошу прощения, и она подарена его отцом какой-то рабе Серафиме. Вторая икона тоже косвенно связана с царской семьей, вот, потому что происхождение она имеет из единственного храма, посвященного Иосафу Белгородскому, это один из тех святых, который был прославлен в царстве Николая Второй. Единственный храм был в Парголе на Васильевском, была небольшая кисовня, это сейчас третья инфекционная детская больница, вот. Ну, вот это тоже такая заставная витрина, где мы видим, ну, начнем с этого, да, портрета. А портрет этот тоже 13-го года, к юбилею Романовых, сделал. Литографии множество открыток выпускались во Франции, вот. Вот аналог таких изданий мы видим, вот эта книжка на французском языке Николая Второй, и вот в той витрине... Сейчас восприниму такое, вспомню, интересное название. Загадочная царица она называется, посвященная Александре Федоровне. Вот, ну, вот эта известная саму Кишуновская художница, вот это просто номер 35, посвященный царской семье. Вот здесь множество их фотографий, да, вот. И вот эта замечательная, красивая картина, да, и портрет нарисован. Вот, ну, вот за год тоже вот этот же журнал «Ученик», вот здесь и надписи к 9-летию цесаревича, да. Ну, к сожалению, да, вот трагические события. Родился цесаревич, в общем-то, во время войны, вот. По трагической случайности, один из его крестных объявил ему войну через 10 лет, вот, Вильгельм. И вот, да, одно из массовых изданий известных, тоже петербургских. Еще газета не переименовала, потому что еще Петербург. Через несколько дней он, через пару недель он станет Петроградом, и газета будет называться уже «Петроградский листок». И Петроградская газета – это ее, так скажем, конкурирующий аналог. Вот, да, вот книжка на развороте, вот ее, это самое, не так много, хотя была серия к 300-летию романов, но в основном она посвящалась истории самого рода. В царской седине не так много было изданий. И видите, они далеко были не такие уж шикарные, да, фолианты какие-то. Обычное, простенькое издание, ну, дешевое и доступное для народа. Продолжение следует...